В ответственный момент Антипов и Антипик Да, действительно, у нас сегодня можно посадить здесь рядышком и желание, чтобы что с фамилией Мне известно, что с желанием и произойдет Володя, Антипик, вы специально постригся, чтобы для контраста? Да, да, специально Чтобы можно было отличить от меня А то нас часто путают Да, да, господа В одном журнале было написано, что вся литературная жизнь Петербурга поделена между Антипикой и Антиповым Может, это было сказано для красного словца Я понимаю, эти писатели А может, это есть какая-то семья Одним словом, два обладателя вот этой литературной жизни Петербурга сегодня собрались за одним почти круглым столом Очень круглым, но очень массивным Я первый раз из этих столовых нашим Вахнул-хлап Почему нам будет? Ну, какие-то, может, и походу не будет? А где? А где? Хотя, в Польске, корень у меня какие-то есть, это почти что похожи Нет, там белорусские есть Ну, вот теперь мы можем точно приступать Да, я, собственно, все попытаюсь это сделать Пытаюсь сделать Пытаюсь сделать не так Намехами, а вы как-то не принимаете Это джензер Ну, вступительная Да, вот моя вступительная речь на это практически заканчивается Вот, и начинается вступительная речь Владимира Тибель Хорошо Дорогие друзья, огромный вопрос был Выключите, пожалуйста, мобильник Выносите вашу мобильник Меня это очень собьет Да, я должен приступить в Володю очень мягкий человек Нет, просто я Меня будет это сбивать очень сильно Понятно Я не против, если кто-то выйдет, кому-то не понравится там что-то Но вот когда вот этот звук возникает, это неприятно Да, лучше это не делать, потому что Володя у меня хорошая память Вот, нет, все не важно Да, но он добрый Хочу просто сказать, почему я сейчас здесь Я уже в клубе XL выступал Это было несколько лет назад И тогда я тоже выступал после того, как я собрал какой-то свой материал Решил, что это самое лучшее И вот пришел в Excel, выступил со стихами, шаманин, какие-то звуки издавал Вот Кто-то запомнил это А сегодня совсем другая история Сегодня я То, что я принес, вы не пугайтесь, я не буду это все читать Естественно Я буду просто думал, ну, ощущать, что мне сейчас захочется прочитать И вот эти стихи, которые я буду сейчас исполнять Они выбраны, можно сказать, так 95-й год 95-й год Выбранный такой период 95-й год В них, в принципе, внедрены некие стихи, которые я сочинил за этот год Вот Вот Более, как бы, ну, можно сказать, современные, хотя это странно Если вы так догадаетесь, как Какое вот Вот Ну, сочинено, допустим, вот в этом году Их будет 3-4 буквально немножко Будет интерес Ну, просто интерес Что это Что это? Не знаю И В 96-м году, в 1900, я себе так внушительно сказал, что вот я буду заниматься стихами А стихи, то эти 95-го года То есть, так если еще тот его состояние Да, да Ну, а первого, как говорится И поэтому Вот Сейчас, допустим Есть Ну, а творчество, которое многие знают Ну, кто знает В интернете Выложенное где-то Здесь Это все Другие стихи Ну, почему я к ним обратился? Потому что Я посмотрел на них И вдруг Увидел там Очень сильную, мощную Творческую энергию Именно творческую энергию И переплетение слов В каких-то Чем-то невообразимом Что вроде бы нельзя Но Я же не знал, что нельзя И сейчас я смотрю И мне это безумно Самому очень нравится Расскажите прямо Вы видели там колоссальный талант просто? Да Да Которого я не вижу вот сейчас в себе Вот Который сейчас вышел Такой все Ну, ладно Не в этом дело А в том, что Я вам не предлагаю великого поэта И скажу Вот, послушайте Какие у меня стихи Замечательные Нет Я пришел поделиться С поэтами Братьями Поэтами Кому интересно Что я сочинял до того Как я решил сказать поэт Вот А сколько они братья Это мы выясним чуть позже А это не важно А у друзья и братья Братья тоже берутся Конечно То есть у вас будет еще вторая часть Как хотите Вы не газете Берутся Берутся В землю Неволе Динамический выблеск Надежды У надгробий Свои законы У людей Изменения В поддержке Состояние Пенных кружев Умудряет Двоих Не более Что до всех остальных Ну же Не столкнуть С пьедестала Глыбу Не прийти на покой В масле Не алкать Горюном Стены Не пройти Нему той кассы И не скрыт Для других Вены И не рвать на себе Одежды Не поможет твое право Коль хотел Ты и стал Прежде Чем захотел Боле Так терпи Лаонидом Кайся Не векам же Отдать право А не можешь Тогда сдайся Но сдаваться нельзя Сладом Ты теки Как елейный идол Напечатав Сто слов В минуту Я молиться Тогда буду На тебя И на твой Подвиг Ерунда Песенок соль Уродить Никого не любить Невозможно Но сложно Так на свете жить Ключ Глухая В печи Ой кричи Не кричи Съедят И зажарят Месячным раем Гаечные ключи Мост мостовит На вид Двух жердей Переклит Новым словом Новым словом Стих мой Перелит Маска дорожных потерь Боком двери Боком двери Ключица вовсе спит Страшен твой Перелет Лодочных лук Отлет Снова и снова Убегая из дома Строен и дик Мой полет Крестиком помечай Разницу изначал Мало так мало Масло и сало Девочку в люльке качай Раз ты такой герой Значит мы все с тобой Терпи и работай Будь беззаботным Своеной терпкой порой После кретин Орёт Мажет тебе живот Ты же спокоен И хладнокровен И ковыряешь рот Спуск с горы Березна Качается в небе звезда Она твоя Она твоя Священная бирюза Поэтому Всегда Да Здравствует Ерунда Синяя тина Мишки кретина Кишки и борода Есть и у меня дом Башка Как три пистолета Лениво гудят Облаковы цепи Я больно цепляюсь За вздох зоба У меня в горле Ракета Ею выможу Улицу лучи Выскажу напополам Выкрикну все Что учил В сумасшедших домах Радио трёт виски Утро свет В окнах Ноктюн Живые Бегут на работу Люди Глаза Плевки Ещё не проснулись И не разобрались В ощущениях Существования На блюде Цеплят Ног куриных Фарш Похож на меня Жарит мама Фартук на тев Я б написал на нём Хороший человек Но я не Я заперт В стене своего поля На котором зреют Круги злосчастий Сумасшедшие дома Ещё не закрыты Потому Вера тешит Что есть у меня Дом Путь апокалипсиса Случилось Долг потряс Наречие детей На синем плавуне Их образ запечённый Вобрал в себя призыв Искомое вошло В подобное русло Пленительных речей И так возник удар Расплавленным мечом Рубилась капля Недр Горячих челюстей Сыграли драмы Битв Поительные страсти Разверзлась Уначал Вселенская звезда Забыв про город Драк Они шагали вместе И пропасть их Влекла Как жадная спираль Секрет Открыт пути Теперь Воздвигнув жало У человека Крыл Тиранство Возросло Ласкательным поступком Вмещалось Скорб посланий Как сахар Раскалён Былое Их влекло Тоски За здравие Нек За сумрачным убийством Слагались чудеса Выписывались льды Копчённым черпаком Спасательного клана Они смиряли жизнь Зеркальных новостей Рука Трещала Нет Согбённые колени Молились до нельзя И падали в костёр Таким их наградил По очереди в снах Менялись очертания Восторженные швы Удерживали их Сорваться на краю Ужаснейшего грома Таким их наградил Отточенный певец Гармония лилась Господство из кровавых Но всюду им светил Копсековский клаксон Топический посыл Любви предназначения Вселенную меняла Под образ головы Крикливая страна Стоических морозов Тебя роняли в землю Тобой кормили прав Навзлился человек Россия Не Русия Темна Тот же свет Другим светил впрямую Корабль голубей Из обезьянной кожи Когда б я был с тобой Я горя бы не знал Направит мощный вал Голодного наклона Паическим венцом Из раненых сердец Запить которых нет Ужалить не ужалив Вот судьбы без растрат Вот чудный бенедикт Волторный сладкий звук Затраченные силы Атласные штаны На кожу королей Любимый город Дна Тостокое счастье Болезненный притон Чудесная страна Но власть Последних игр У нас под извержение И мы должны идти Теряясь на постах Знакомый медный бомб Копическим уклоном Тифлоновых идей Из жаркого ворца Подтайся на устах Сломи ее течение Но жалко Здесь уже Мне кажется фигма прошла Но у стиха Конец Подмагмой пистунов Подтайся на устах Сломи ее течение Но жалким из дворца Попробуй Не глотай Возьмись в костел дорог Дешевый из заслона Прорвавшимся вперед Найди себя в пути Подмагмой пистунов Под тысячным костетом Впишись в предание игл Колодец Кастанет Это только выгодилось Неплохой этот перформанс Если вы читали А наиболее удачный На вас взгляд строки Я забыл А процент Ничего Не подложиться Это по строкам Это по строкам А мне не классно Я уже помню Вашу руму И мне заметили Но это Я офишал с другим Детей Два утра Хорошо Отдали мне компьютер Там 486 процессор 33 мегагерца В нем Там только в ВАРТЕМ А я на нем Когда-то давно Что-то набирал Включаю Файл По стихотворению Так мне понравилось Просто смотрю Я посмотрю Я посмотрю Я посмотрю Смой Ледяные ливни Египетские О скоменные ушах Лик Нефертити Северные бивни Балет на льду И все перемешалось В душах Кивни Египетский Ты в ком Молчишь Иероглифом Победы Глазея Петербургский дом Ты пол беды Ты сон России Ты сын Рассеян Временем закатан Под асфальт Ты замурован В нем Под панцирем Ледовым Факт остается Фактом Летний сад Тебя не принял А Нева влюбилась В кошачью масть И в пиралидах Духа Мы слышим Человеческую речь Гуляющих По набережной Ра И видим белую ночь Такое Почитаем Такое Конта 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 Ни Тама Тане О Оси Сима О Ла А Либо Та И О Та Ни 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 Творческая Пентар Твинчок Вокаль Вияла В лимон Почел Кисо Сердот Татим Пилучичим Атина А кромастиф Весо Ся Сего Кнептон Амбел Дисвит Дисон Манчелло Тик Пера Амбодород Девешны Сгоны И Судри Заповедь Истец Колец Писсонам Конц Писсонам Конц Тата Писсонам Негудан Леса Тефть Фермент Импрант Алос Раз Негуд Град Бер 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 Рат Колес Ох Здесь такой Допустим Татис Мальчишки Дик То Фон Фау Дик Бум 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 Пикати Йоко Писсон Священие Йоко Вот, да, я просто перегорил, я специально для тебя же, я просто... Я просто... Это приличность, которые... Да, понятно. Тоже было пили, я не знаю, что это было. Вот, классульный, здравствуйте. Мне оно очень нравится. Семён Месал Леос Сали, Лаи Биевер Де Ти Ту Дидари, Доль Ди Фернес Филе Фаи, Уя Аль Ардор Де О Калари. Менто Доза Зез Сезаль, Сели Зеледо Термен Снаёри, Ри Ри Па Пио Паи Пиа, Поль Тькут Кирдотио Тавари. Приста Бес Плефтрон Ниберни Дрори, Рела Зелонизио Ая, Аль Каладавет, Вердо Топори, Первый Стон Сиау Ляс Зури. И вслед ему... Зрестро Прифельхо... А ты научился туда по Египте? Я прошу... Да ну... Только я здесь могу и выкидывать, пожалуйста. Развивай меня, пожалуйста. Зрестро Прифельхо. Звучит Julio Ласки во берегу На берегу женщины Груди кладут в песок, как струсиные яйца, В каждый сосок в песок нежно уткнуться. Ветер задумал, и сок солнца палился Спины чернить, ягодицы любить Работа природы, вью временную нить Пора бы, пора бы их перевернуть Хотя бы, а то ведь сгорят на солнце бабы Я как заору, чтобы в такую жару солнечный удар получить Как нефиг делать Вечно у мира хлеба просят Маскарад Сжигая энергию в ядрах Сгорая от ярких полюций Копошась в человечих недрах Свершаем каскад революций От бога даны руки, голова и сердце тоже И где-то под ложечкой ходит Каменелая масса прохожих Похожих, как две капли Им друг на друга горше Приводилось впускать токи Охолодевшим куском марша Зачатие, зачатие, чтим короля на леве Выдерживая глупость пса Выхрипывая солнечность груш Черпаем недра души На звук прилетает хобот свона Змеи над ровными криками Гласит чертеж зеленого рва Колесницей смелых идей Высшим пилотажем окрестим саботаж Началом ловцов мух У каждого борца есть свой неповторимый слух И к ней, подольстясь из глубин Капает душечка в кобальт А ты, окрестясь, мечешься Как изуверский дональд Как горсть обрядов Как штрих котов Суповый жалкий нерв Коняка чистит дно Болев, переводит с русского шиш Запонка коника Калит конька Бросит детским воин Мы сами знаем гордость клинка Пред коричневым боем Спешите разведать кто, куда Грубый животный страх Почищи на поворотах Малый императивный крах Блесень сеньки, селедки, воньки Ванька, русский дурак И даже Вовка плачет на речь Он тоже русский дурак На зло коронациям и пустякам Твержу упрямо, люблю Целую голубую свою слюну И ем сигаретами ты А небо плюет шкварками снов Еще один день в склад И ту, которую я люблю Для нее умереть рад Мы прошлись, не задержались Этим небом, этим лесом Расходились, разбежались За могильную завесу Эти доски, сила корня Смерть учулива, вспорхнула Это ласковое бой Это место, где вздохнули Вестеть тех миллиард Удавом великанов Сухая кость доски Вгрызается в ячмень Предмет паленых крыш Подмена крика шумом Подверг весенних снов Страдания в ночи Жестокость на кону Пленительная Анна А главное так знать Жасмин не цвел И вот холодная А то какой-то человек Другому говорит Как появляются стихы Элементарные дичи Сказочная купель Посейдона Карандашами раскрасив Дешевое платье секунды Куплю час Заснув на работе Засунув тело на раскладушку Лягушку в болоте Люблю из ерунды циклона Пить дождь из поролона Губку твою всосать Ты, мать Ты единственная безверблюда Люда Тюки парохода Жигунова слона Видеть за небом В звездах буду спать Живым пробужусь Вечер еще не вылил чернила Ложусь опять Смотрю сны О Посейдоне Верблюде и Дане Варюсь в котлах Пламя рисует часы Псы лают Весы взвешивают Бульон булькает В нем грешник Антипенко Пукает И сорок Никандровых В срок дрова складывают Кадровых перемен не будет Кино судит Третьяков мышь Лишь отсюда Из сна понимаешь Фильмы писать Не стихи снимать Буду ждать нового года Проснусь 1 января В 10 утра Раскладушку сложу Позвоню Никандрову И скажу Саня, бери Калеву Пошли новую фильмы делать Настал другой этап Другое понимание Теперь ты видишь звук Он дан в самом себе Застигнет парадокс Как будто на свидании Пытаешься узнать Кто вам закрыл глаза Вечно у мира хлеба бросил Мне пихали в горло Булки с маслом Лезли в душу с паспортом Цепляли на шее таблички Разные Что демол цветной я Потом черно-белый А то и вовсе без глаз А вместо головы полено Однажды на груди Нашли у меня карту мира И вдруг стало стыдно Что вот человек я Грошовый А надо ж, какая сила На коже запечатлена ж Но быстро справились с отношением Замазали глиной А на шее привили в плакат С прошением Вечного мира хлеба просим Я согласен И после смерти Выпрашивать Увеличивать стаж Протянутой руки У кого совесть нечиста Подал копеечку И вроде легче стало Но молчать не намерен я Мне надо самоутвердиться Да, я взываю Ору громче, чем тысяча Крикнуть может Жизнь коротка Берите выше, чем можете Стать Это 95-й год Тогда же это так Где никто не Торпедируюсь Жалко, жалобно, зорко Ведь я непростой В подвенечном плене За холмами хранят Супритые наречия Занесите меня Снегом вырванных встреч Из всех плаканных слез Сшейте мне лебединое Я усну на плече А проснусь на войне Да играйте желание И плюньте навстречу мне И тогда я проснусь Уж тогда я проснусь В этом злом чердаке Весь одна неприметина И она мне сыграет Кастальскую ночь А пока люди прочь Не мешайте упархивать Мне мешки ваших глаз Одиноко, милы Позвоните мне завтра Я вам ночерикую Голубинную песню Вы знаете все После всех этих выпадов И глубоких надрезов Кровельное заливо Подгоняет рассвет И докуда летит Это жаркое курево Что со мною оно В этот час натворит Деревянное лицо В лоб обласками метелями Я свое в листопад Оторву с грозовыми Нарастите мне стену В которую биться мне Тогда назову себя В любви под лицом Под расстрелом души Нет оправданных правил Есть другие самхом Для меня нет листы Давайте, любите, черт побери Делайте свое дело Я здесь В колыбели земли Пою учтиво Нагрузка на слабость Смотри, черн Слушно меня лапает Не надо славы Забота, бег И гроб Неумень капает И триста пустынь В натяжении крик Я рвусь Богом отмеченной И мысли пустынь И стыд велик Слезами страны Изувеченной Для родины пот И стрельба в мишень Кому-то награды и почести Лишь тот живет Кто не тащит в постель Ее при первой возможности Кто любит за так И готов терпеть Удары судьбы молота Кто сам готов С себя раздеть Одевая ее в золото Пока есть хотя бы один Кто поет во славу спасения Ты жив и ток Великой любви Человек Высокой любви Человек Великой России Дельфин наоборот Нас ждет Как фаусту понять На старости он выдумал грешить Вкушать плоды больного впечатления Так искренне в себе найдя порок Клянил других как истинный пророк И жизненный урок Смог завершить Как пробовать И ведь попал В дельфина Не берись за плеть Разведи огонь В золотую медь Опустил ладонь Ощути восторг Боль сильнее сна Разрушая морг К нам идет весна Жизнь сок густой Время конь сосет Время конь постой Кто тебя пасет Неудачник злой Или добрый шут Неужели море Не поможет Кнут Разрушаем морг К нам идет весна Лошадей Табун Пробудит от сна Когда мир Вокруг Просыпается Эти лошади Улыбаются Секс По поясу лотоса Вожделенной рукой Промеду Касаясь ребром Ладони Чувственного неба Из сближения Раскроется Грот Нежного лета Чистая плоскость Бархатного мига Разорвется Синим Красным Зеленым Морем И покой Охватит Все тело От кончиков Пальцев До так последнего Тончайшего волоска Виртуальность Ощущений Нахлынет Волнующим китом Вечность Раскроет двери И есть шанс Заглянуть За черту смысла Убегающего В бесконечность Отдаривающее счастье И невозможность Задержать данное Продление Правно смерть Конечная остановка Но Возврат в привычное Клянит Дальнейшее общение И тогда Разбегание атомов Приобретает скорость Равную скорости Света И мы Расстаемся Тим Шелл Ты можешь Ты можешь Тим Шелл Уверенность Мысли Плуг Богатырским Размахом Навались Паши знания Мой дом Без рук Обнять мир Весь Мания Плес Грез Обозначится Грез Грез линий, мажен судьбу, ты можешь выбирать парень одну. Мало времени с нас спросится, Тим Шелл, ты можешь, душа никогда не взносится. Замученный в тупом трамвае, он выскользнул в блестящий шелк, и вы поверите, едва ли он руку дали даже отток. Она спускалась из гранита, сверкая сфинксами грудей, а он молился, Елена с Крита пришла на землю смущать людей. Молча крался над берегами, птицей летел, зверем стонал и целовался с ее сапогами. Наконец-то художник нашел идеал. Но неожиданно из Царьери в нем зародилась одна строка. Вы бы на Моцарта так смотрели, как на последнего дурака? Или значит ли это, что вам безразлично или надев на себя пурпур, вы ведете себя прилично, чтобы не казаться глупее кур? Может, художник сердит напрасно? Вы не такая, а просто устали. Что же, тогда тюльпанов красных он вам надавит за место старой. Золотой ветер в серебряных снах Золотой ветер в серебряных снах Мотор мысли выуживает из дыр тайные желания. Молиться поздно надо бежать, бежать кентавром В будущие лотосы возбуждений Томясь в терновнике позвоночника Дыши, не дыши, сверь запах свой С мозгом клубники И посмотри на зубы золушки Крахмального цвета ее похоть Вари мозг в трубах бешенства И непонимания завтра Оно есть, но ты расплавлен в прошлом Мотылек распятие мыши Проклятие дышит тебе в спину Беги кентавром, пока роса Охлаждает мотор страсти иволги Только золотой ветер серебряного сна Искушает тебя в новый раз Любой нормальный человек не скажет Ёкрунсвр, бред фиолетовых желаний Намажет мед на трос рыданий Лаская деревянный дам Стругая долгими ночами Их буратинные черты Ругая печень Карабаса Другая очень, но и ты Которую зову бездарно, любимая Наревая Трудно внедрить планету в мозги другого Если ж другое, другая Жестоким шагом Молча уходит в небо И сыпет снегом В мой новогодний хаус Спиртного бога Трудно стоять, напившись Холодной пеной Пиво вчерашних встреч Выливая за борт Глупо мешать напитки Дешевых марок Если остался трезвым Беги за водкой Трудно понять Морозы под двадцать минус Страшно кричать На крыше уставших улиц Слышишь меня Королева снежного гнуса Двадцать на сорок Дает ощущение плюса Даст ощущение плюса Сейчас с ума сребет Вопль Ну, либо скажет набор слов Как-нибудь Я за вас сказал, не беспокойтесь Пухнет мозг Как опухоль лавины Трудные печальные поминки Из берцовой кости вырастает Правда отпечатанного треска Пусть не все у нас нежданно Дайте, дайте насладиться Впечатлением Действия представленного метра Соколин из швов И праздность рыб Из подавленного пламя Амбы превозносят Стыдность иудей Ничего не значащий отросток Шаречка тревожного поста Оболзленный до неползновения Тигр судачит парен у костра Тесно покаянный параделлу Сталь твоя мне выше всех узлов Согрев горой бозность Залпом зри серу Чеката полетного пепла Гости расплата за нежность Миг потрясного счастья Краска лицевых нервов Могила точки пространства Азбука тихого лая Засыпая на розах Красиво колючее Мякоть белого хлеба Амбелочья возня Их пурпурные крылья Занимают полнеба В феерических позах Раздевают меня И несут в черный теле Там сидит синий голубь Он клюет мою печень Он спокоен и прост Мне не больно, но очень Страшно чувствовать пробь Где назначена встреча Где разрушенный мост Здесь еще не догадались Принять Прописано в 1906 году Когда Ельцин окна Если к Ельцин принять Как был такой президент У нас в городе тоже А реку-то только я Он и говорит Вихрь льда В черепе бездны Брызжет серебряным небом Гигантский льдав Отточенных лезвий Ползет мараконским бедом Бедом Мой мозг Парадокс Приостаться сердце вниз А я злость Усилием воли В грусть Трансформирую Ну и пусть Выходит замуж За кого хочет Все равно я буду ехать Когда вот Демократия 95 То есть так просто говорим Согласны Дифири фири фифи али Магентун доль бой Уська Амбреста Гохор кись Как раз как кочка Усь кучка Кизи кизи Гозда зока Зокова Кезвизи Зонда креста Керсеснок Мостик Вастик Сик Зильпа Поле 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 Папа Крепа Перепа Пур Мурда Трын Дырдын Бек Аплен Кер 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 Давай еще раз Непонятно Пройдет веселье час Наступит час прощания И полные тоски Пролют твои глаза Достаточно всегда В минуту расставания Сказать До встречи друг Легко-то И уйти Пора плавать В собственном теле Брызгаться Нырять Тонуть Всплывать Акул чудесных Пугать Дельфинов Местных Кормить Плыть в теле Самого себя Добыть Рапана Из пятки Щуку найти В печени Собственную руку Изучать Как кусток Расплескала Сирень Свою вялость И мирские Пошухли тона Разливая По венам Усталость Над домами Крадется луна Принимая Ее неизбежность Петербург У авроры Стоит Его хмурая Ложная Нежность Одевает Ему В гранит Он не спит Ведь совсем Недавно Революция Красный флаг А теперь Построили Дамбу А теперь Накопление Благ Петербург 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 Ожидая Рассвета Окунулся В белесую Муглу Все туманно Не видно Предмета Бестоящего Муглу Стоит 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 И с стали кустами я и с хрусталем попречу, Иду на свидание с арей с цветами. Короче, я и симпатичен, Хоть толст стал и малость неряшлив, Теперь я поэт, и поэтому горд, как капуста, Любому могу доказать важность нежного чувства, Но скромность моя избеганий Избегает влияния искусства. Я скромен, о да, как последняя шлюха в борделе, При слове еда мне мерещатся тонны омаров, Хоть я их не ел, но меня упрекнете едва ли За то, что люблю эти ночи безумных кошмаров, Когда с этой алей три года в отдельной кровати Я спал как любовник, родители были не против, Родители были напротив в соседней кровати. Сидание катит, она говорит о портплате, О детях их двое, о муже, которому хуже. Я думаю, хватит, здоров я, шуруп мой не нужен, Пойду-ка я братья искать королевскую дочку. Застрявшим в пробке посвящается Алексею Шмирнову. Плыли секунды, моторно изломано точно, Злые глаза истрепали домашние зверя. Я им не верю, они продолжают нарочно Циркуль мерить, не спятят хотя бы однажды. Можно стоять на мосту, наблюдая движения, Рыбки, водичка, девчонки в купальниках мокрых. Все это было и раньше, в башке напряжение, Сто дежавю за секунду, не слишком ли мало? Топает сердце, кричит и ругается баба, Бог приходил к нам вчера, А мы были нетрезвы, все не упомнишь, смотри, Это первые звезды нам предлагают путевку на черное небо. Завтра вода, как блондинка, раскрасит асфальты, В лужах развода бензина, красивым узором. Город живет и под властным природным заплоном, Что ему сердце застрявшее в пробке на Невском. Некий кто искал некую кту, Ту, что океан, ту, что земля, ту, что небо, Ту, что смотреть, видеть, вертеть, Ту, что любить, некая кта совсем не та, Свадьбу играть, детей воспитать, Мужа найти, на растопку женщины, Кто истратил час, кто ласкает секундную стрелку, Сексуальный голод ищет собеседника, Кта купается в проруби ледяного панка, Кте хорошо, панк женится на кте, Панк берет в жены кту, у них будут дети, Панк станет никто, Никто и никто будут счастливы в браке, Кто их недолюбливает и пишет стихи, Кто станет поэт? Я сердце свое в попыхах, Кидаю в костерную убыль, Питаюсь отбросами сна, Надеждой в клочья из-за убыли. Ну и последнее тогда, да? Я думаю, классно. На доске темноты серфинг-поэты. Все, спасибо. Так, ну вот, теперь, собственно, Вот это еще, наверное, запись. Хорошо, давайте, запись, да. Вырывайте зубы, плюйте на пол, Вот стоишь беззубым аристократом, Почернели слезы и с корнями волос, Обращаешь к звездам свой плаксивый голос, Плачешь, плачешь, сволочь, На рукой приветный, Ты отправишь горечь в эфир межпланетный, Удивленные страхи звезды сторонятся, С королем на плахе не хотят обняться. Это вот все, чтобы 95-й год чуть-чуть, Хотя бы, чтобы осталось. Понятно. Палите народу. Да, да, да. Сергей Тимофеев, вы говорите, Это вот правда, Что до 96-го года В имени занимались стихами, Вот так, сформулировали по-моему. В несконном лове смысла жизни Философ мылил шею ружами, И черви превращались в львини, Сползая к муравийной бабе, А скульки запихались в маки, И луки в тетиву сморкались, А брюки в философской браке В химчистке загорать остались. Я это понимаю. Слышен с песней лета Сердце бежало ввысь, В лесе бездомном где-то Плакала лунна рысь И приоткрыла окна Нежностью из стекла, А за окошком мокла яблоня из стекла. Я почему так делаю? Нахожу то, что хотел, Обязательно, чтобы записалось. Извините. Нет, нет, нет. Я так иногда не... Понимаю. Я так не знаю, когда я не знаю. Ты же, да, что будет? Часть, часть, часть... В 1905-го года я сочинял песню «Штут 200». Такие романтические песни. Снег серебрится, летает, Под фонарями искрится, Кто ж его, кто ж его знает, Что мне сегодня приснится. Иду припорошенный снегом По Петербургской столице Сытятся сыны со снега, И кринки замерзшей водицы, И потерявшись у гроба, В печали тоску обутой На этих снежных дорогах Счастливый стою я и голубый. И, кстати, я недавно посвятил Жанну. Тексты у нас... Тексты у нас... Тексты у нас посвятили. Володь, а в лунном сиянии снег серебрится? Есть человек, который ему нравится этот текст. Я ей посвятил. Володь, я посвятил его и мне. В лунном сиянии снег серебрится. Не ты сочинил? Что-что? В лунном сиянии снег серебрится. Тут похоже, что? Ну, это и мотив похож. Ты ради мотива работаешь? Ну, текст у нас сочинил. А текст не? В годы, до 1995 года. Да, был в театре драматической импровизации актеров. Пять лет от звонка до звонка каждый день ходил туда. Магия любви, надо обязательно прочитать. Ну, надо так, надо. Врачевание людей, любимых безупречного, со стеклянным шаром яркого света, в пестроте лент и графика нимба, цветочного лака, окрыленного мага. С секунды идут голубых ветров, распыляют плюс на крыше ребра. Завтра Ева скажет Адаму, милый, я легла. А сама корча выпустит газ русла и заманчивым пером пролезет в угольное ушко. И страх жизни, необратимых процессов, объявит желание небесных эльфов. Вальяжно сольется ее пух с оперением желто-лимонных. Мужчина выберет окончательно конец света, где глубоко понит жезл тяжелых рук в запрятанном сундуке солнца. Маленькая скажет ей, и она примет подарок пухом ресниц тревожного рта. А кто леску натянул, не скажет, и оба упадут в черное вечернего сна. С утра сердце биться будет в жилах, лимон сердца сдернет краску с лица царицы. И плевать будет женщина в свое сердце, а мужчина синим облаком в грохоте барабанов заревет мутантам. Вот она, любовь истинного русла. Опять они разбегаются, как жизнь и слова в вихре. Шум воплотит, возвестит начало жизни, а сердца вечно будут следить друг за другом. Вот это повторение уже было, по-моему, в ведре. Заметно. Ну, не знаю. И что? Это 95-й год. Можно, надо было его там оставить? Я отдал прочитать Гмиле, просто я когда вот перебирал, что-то отошло. Люда вот Александра Гмиле. А она прочитала, где это здорово. Я тогда его вообще прочитаю. То есть ты жесток с твоим рукописем. Из помойного ведра прямо к нам. Я, Владимир, минут 8 пытаюсь задать опрос, и у меня нет уверенности, что я его задам. Но я сделал очередную попытку. Итак, как вы сказали, если это было правдой, то до 96-го года, собственно, стихами вы ее занимаетесь, вы сочините мне песню в луну, нам все они, музыку только как мне написали. Но песни разные. А, ну мы их еще услышим, как я подозреваю. Все нарезы. С 96-го года... Ну, правда, прям вот. Ну, с текстом. Нет, ну, текстом нет. Текст, текстом нет. Зачем уйдешь ты по цветам? Чего? Я слушаю. Друзья мои хорошие, я очень заброшенный. Стою один на площади, трава еще не скошена, касающая не острая, и камня в поле нету здесь. И будем мы с тобой вдвоем куда-то там, далечим рейс, здесь. Володька, ответь на вопрос, у стихи осталось, а почитаешь ищем. Волочек, ответь на вопрос, у стихи осталось, а почитаешь ищем. Волочек, ответь на эти цветы. Не наступает, а песня в поле нету. Зачем ты отвешь эти цветы? Осталось цвести Дикий Мам. Итак. Дикий Мам. С 26-го года. В этой песне, да? Потом, вот, вся началась Белеберда, вот, говорится. И вот все, что вот началось, я вам это Белеберду считал. Это Белеберда, послушали. Ну, это отобранная Белеберда. Вот такая была, в 97-го году, вот такой я его, вот, столько, к сожалению, выкинул. Пообщался с такими людьми, мне сказали, это все фигня, я выиграл. Я такого не говорил, Володь, я такого никогда не говорил. К счастью, вот то, что я что-то читал сейчас, оно осталось. Что-то из Дидерса хранилось. Владимир. Нет, это уже второе из второго. Замечательно. А, у вас два, да. Значит, Владимир. Что произошло в том самом 96-м году, после чего вы стали писать собственный текст. А дошли от музыкальных фондов и пришли к музыкальным. Сейчас. Хорошо. Ответ принимается. Скажите, вот... На самом деле, это фигня. Я был в театре, потому что это безумная жизнь, потому что я ушел из театра, мне надоело. Скучно стало. А писать стихи, лишь ли вы веселее. Они в голове сами возникают. Почему? Вы смогли отследить... И сейчас я пишу стихи, а тогда возникают в голове сами. Вы смогли отследить вот генезис этого дела? Почему они вдруг стали возникать? Вы начитались чего-то. Потому что вот я слушаю, у меня возникает ощущение, что вы однолюбно хорошо начитались, и у вас вот пошло бы сильнее эту волну. А вы не знаете, кто это сделал? Я теперь уже знаю. Со всем этим я познакомился уже в 50-м году. А я вам читал в 90-м году. А вот скажите, до 96-го года вы чего-нибудь читали? Ну, кроме программы. Чем-то вдохновлялись, что-то могло бы влиять на вас. Почему вы вдруг... Или такой самородок взяли и вот помеслились. Наслушались кого-то, в конце концов. Ну, я не знаю, Женя. Почему? Нет, я просто вам уже вопрос. Я хочу понять происхождение. Мы сейчас работаем на историю. И мы не знаем. История этого хочет. Мы хотим сейчас выяснить всей аудитории. Вся вот эта аудитория подалась вперед. Не, ну, ладно. Не, ну, вопрос проще можно задать. Почему ты стал писать стихи? А, ну, может быть, да. Ну, дай вопрос на вопрос. В 17 лет в лесу шел по ускорительной дороге. И упал. Нет, в башне кони вынеслись. Как в этих листях. Я уже рассказывал об этом, правда, на радио Петербурга. Реально такое. Я чувствую, какое-то счастье такое, что-то такое. Вот кони бегут, и он только говорит, что-то, как оно такое. Вот так, на ворок, в листях, которые были раньше. Вот кто-то кони взять. Да, да, да. А, а потом я пришел домой и сочинил первую песню. И вот это вот ощущение счастья того, которое я до сих пор еще пытаюсь ощущать. Вот это правда. Писать стихи, и песни-то я не писал же песни. Я просто на гитаре умел. Я с стихами писал стихи. Половина стихов, кстати, как многие, нет, не половина, но хотя бы 10%, которые ты же, Женя, знаешь, из моего творчества, они написаны 18 лет. Да? Да. А сейчас вам скажу. Я сейчас скажу, что... А? Сколько вам сейчас лет? Может быть, с этого начнем вообще? Сколько он будет? Будет 37 лет. Вот так, друзья. А вдруг, седое и страшное, грозное и не по-нашему, вихри сжимают скулы у сентября. Это я родился, вылез пятнадцатого, как мама сказала, часу в девятом, наоборот, попой кверху, я. Год был странный, 71-й, 1900. С момента этого я не был равный, а меньше себе казался, чем окружающие. Обратно хотел залезть в мамин живот. И теперь ищу возможности, и в каждой женщине надежду таю. А вдруг можно в безумстве нежности совершить таю, сию? Это 94-й год. А знаете, Владимир, здесь правда так же, наоборот, ваше вооружение, да? А вы знаете, что люди, рождающиеся, в законодательских мебельок, вообще, и играют по жизни потом оригинально, по живой? Нет, ничего. Я этого не говорил, я этого не говорил. Дело в том, что я не мог рассказать, потому что я аналогично родился. Молодец. Ну, а типа, а типа, а типа, а типа. А я не могу, конечно. Слово кидаю в небесную рвань. Ян, ян, сам я отсюда вырвусь на час. Раз, раз, зона дождя оприходован в риск. Искр, искр, тысяча прав на земле. Одна до дна розовый город ловит печал. Ал, ал, я возвышаюсь ночью над ним. Рим, Рим, это восходит луна, заря. Зря, зря, это я бегу за ним. Горят. И вот и что слово стоит. А это что? Да, я набрал. Нет, не набрал. Я же его не читал. Да. А это все там, я все не вижу, напечатано или руки написаны? Это на машине я сочиняю, я пишу сразу на печатную. На печатную у тебя? Я не умею писать от руки вообще. А писать? Как бывает. А вообще какое у тебя образование? Меня три хваста. Не, да, если честно. Первый, второй. Хорошо, я скажу. Я считаю, что я закончил среднюю школу, побывал в армии один год. Потом у меня здесь порт ранения. Да вы так как разговариваете? Под Магдебургом, Германия. Между прочим, был водителем грузовика. Связь, рассказывая. Уважаем. Да. А после этого я пришел в театре драматической организации пять лет. Там получил, можно сказать, гуманитарную организацию. Потому что там перечитал все, что можно. Потому что как бы заставляли и просили. И что так бы это хотелось. Такая вот была среда. После этого, когда я театр, потому что там секта все равно. Любой театр это секта. Я стал мне смотреть уже сам. Я только понял, что все, что говорю нам режиссера, это все, что уже в книгах написано. Он бы выдавал за свои слова. Да, это философия. А что за театр чуть-чуть поподробнее клеил? Ну, драматический. Театр у нас стивилизация, сейчас до сих пор на Пушкинской девять. Это такой непрофессиональный театр. Нет, нет, нет. Народная самодетельность? Да. Хороший театр. Все равно театр. Хороший. Маугли, старший сын играл старшего сына в пьесе Вау. Мамилова не играл. А более такую крутую? Вот, с любими, не оставайтесь. Ну, понятно. Ты играл любимого? Нет. Подождите, я не договорил. А потом, когда в шоу оказался 80 человек, меня просто... Режиссер обвинил меня врагом театра, и 80 человек, я с ними общался, меня игнорировали, кроме одного, Кати Викторова. А почему все прочные конфликты таковы? Да, вообще все прочные. Я пришел к режиссеру, мне хреново. Действительно, было хреново. И что? А у меня хорошо, я на следующий день уже не пришел. И заметьте, что в театре поэтов у нас совсем иная история. У нас каждый индивидуал, что хочет, и делает. Если ко мне кто-то придет, скажет, что я хреново, я пойду с ним побеседовать. Допустим. Но есть не причины. Подождите, мы договорим. И потом год, вот я ходил в других, каждый день я ходил в театре, слушал музыку. Потом ходил два года больно слушателем в универношнем философский футболе. И там вот здесь преподавали. Ну, психология, искусство, вот это все, все это основные. Как-то да, и потом я себе такой список себе составил, книжечек же, книжечек мне сдали, по всем вкусам. И я этот списочек потихонечку осваивал. Тургенев, ну, вот официального образования, вычего понимаете? Плохо. То есть самообразование в основном, да? Нормально. В Ирнбурге тоже был в 8 классе. Скажи, пожалуйста, все-таки, вот следите. Кому-то плохо. Если бы я карьеру строил, а я карьеру не строил. Рядышка где. Вот в этом списочке книг там где-то. Там стихи были какие-то? Да. А, ты имеешь в виду, когда я вдруг саргазил, это конечно, я понял. Значит, когда я был в театре еще, тогда, конечно, Пушкин, Светаева, Ахматова, Мандельштан, Блоков. Были пристроены? Ну, вот я их всех пересчитал. Но вы их всех пересчитали? Потом, когда я уже отошел, отошел, я просто раскопал футуристов. Хотя до этого я сочинил звуковые стихи, до того, как я их нашел. Потом, смотри, ребята делали. Но там оказалось вот что. Они делали это, делали. Но делали это как вы, Женя. Умно. Понимаете? Они пытались сочинять новые слова. Я не пытаюсь сочинять новые слова. Я просто пытаюсь выразить энергию. И это, я вам скажу, я вам читал какие-то звуки, да? На самом деле их было там столько всего-то. Садишься, например, в митак там включаешь, и три часа наговариваешь. Всякие ерунды. Я вам примерю. Это лучшие струки. А потом, что зацепило, и тут на что-то похожее можно пытаться сказать. Ну, это же не всегда так происходит. Ну, это мелодию пытались вытащить, наверное, да? Мне было нравилось. Кинемовый символ, нравилось. Я позвонил, я знаю, вот Катя, я позвонил, я, наверное, сошел с ума, прочитал, я говорю, не он, не мам, не мам, не мам. В общем, нет, называл его нежно. Я сошел, вот я секретарь, если еще не мам. А мне нравится. Ну, я просто просказываю. Она тоже. Крайне. Абериуты произвели на вас впечатление? Мне кажется, что вот вы, у вас какой-то перерождение, как вы говорите, карнация, кого-то измеряя Абериута. Ну, естественно, человек пишет стихи только тогда, когда ему не хватает. Если я найду стихи, которые меня будут абсолютно устраивать, каждый день я открою книжку, и идет резонанс с тем, что я сейчас ощущаю творчество и так далее. Нахрена мне, извините, писать, если это уже написано? Человек начинает сочинять тогда, когда ему не хватает. То, что вы говорите. Ну, а почему не хватает тогда, вы говорите? А? Чего не хватает? Где? Ну, вам виднее. Человек начинает писать тогда, когда ему не хватает. Женя, в каждом вопросе... Это не обязательно. А вот интересно бы было, если Павел Логерус сказал, как он придумал театр поэтов. Как ты его придумал? Вот, я... Господа, давайте это по очереди, да? Либо вы садитесь и задаете вопросы. Я понимаю, понимаю. Вы на мой ответ не отвечаете. Я обижаюсь. Почему вы отвечаете ему, какому-то неизвестному? Нет, на мой ответ очень любите. Я обожаю. Понятное дело. Вот. Годя. Он на мой вопрос, я уже 18 минут его подозревал. За что время, извиняюсь, не разбил. Вы его... У тебя даже не с ним будет. Я обижался. Ты не хочешь сказать, что это очень подвести? Почему вы? Я... Я сильно на кухне был момент, когда... Либо я сдохну, либо я стану каким-то писателем. Я еще не сдохну и писателем не стану. То есть вы на перепуте пока... Я не знаю, я не садеваю. Но, по крайней мере, как вы уже говорите. Меня, я думаю, всех присутствующих, слышавших в вашей сети, интересует, какова природа всего этого тела. Да? А как вы знаете этот процесс? То, что вы слышали, и я еще раз говорю, да, это то время, 95-й год. Я, честно, Жень, не могу вспомнить вообще, что я делал, как я жил тогда. Не могу вспомнить. Я не могу ответить на этот вопрос. Могу только вспомнить, что я помню. У меня в голове вот это вот, реально, вот эти вот бесконечные шти тексты. Что-то я записывал, что-то сейчас прочитал. Они, может быть, неправильно там все... Но мне вот творческие энергии там есть, мне нравится. Я их стеснялся жутко. Я когда пришел, начал в 97-м году ходить по Лито, по всяк-то, и по Союзу писать, и все. Меня же что-то читал. Меня там так загнобили, скричали. Я стал писать правильно. В щемяще-скорском, золото манящем, танцует осень в парках октября. Все понятно. Ну, можно и так все. А вот это вот, они у них, может быть, как новое. Прошло три года, я прихожу в те же места, читаю те же стихи. Это мы его воспитали. Это вот благодаря тому, что он к нам ходил тогда же. Замечательно. А вот, обязательно, можно почитать? Можем, конечно. Застегни мне пуговицу, сядь, разговор пойдет. Ты моя любовница, а я твой ешкин кот. Ты моя наставница, мой кумир и мой маяк. А когда расстанемся, будет все не так, не так. Загорелись красные зори над Москвой и рекой, А в Питере неясная погода над рекой небой. И мне ты непонятная, разная и сложная, Ладная, опрятная и противоположная. Ну, это тоже песня была. Ну, так про театру поэтов расскажи, наконец-таки. Театр поэтов «Люда», встаньте, пожалуйста. Вообще все встаньте. Нет, а вот, Люда, моя муза. В четверг, четверг я пошел мыться с полотенца. А Люда мне все время говорит, делай театр поэтов, делай театр. Почему? Не знаю. У меня было движение послушки, она говорит, делай театр поэтов. Я выхожу с полотенца, она говорит, делай театр поэтов. Ладно, я звоню в школу, где мы выступали, как движение послушки. Говорю, давайте мы у вас театр сделаем. Он говорит, давайте, дал помещение, поэтов обзвонил, и первое, так напомнишь, появилось вот это вот все. Ну это вот, да, там, на острове, да? Да. Никаких особых не было, там, у нас было длительных подготовок. Раз, раз, через... Ну это понятно, за движение послушайте, а я тогда не... Так что, как в телевидении, вот сейчас я передачу веду, я пришел на эфир, на телеканал, вот, в другую передачу меня позвали. Володь, Володь, секунду. И я там в эфире ляпнул, давайте я тоже буду вас вести передачу. А им понравилось, как я вот это вот делаю. Правильно, ты молодец. А дирекцию школы, видно, понравилось, как мы выступали, и он согласился предоставить нам зал. Отлично, а скажи, движение послушайте тогда, с чего началось? Как ты организовал людей, где нашел сторонник? Движение послушайте, как... А, имеется... С чего вообще началась твоя деятельность организационная? Я понял. Я понял, что сидите. Нет, это быстро, это быстро. В 97-м году, вот, ходя по этим тусовкам всяким, просто, кто мне нравился, кто выступает, я с ними знакомился, чисто подружественно. И мы как-то, и раз, и мы вместе решили провести мероприятие в одном кафе, там, какого-то, у Биржевого моста, там, кафе был какой-то. И в это кафе пришла журналистка, Лика, Лика, не помню его фамилию, нет, не волчек, она из Подмосковья живет, туда, вот. И она пришла из какого-то агентства, она говорит, давайте как-нибудь вас назовем. И она говорит, ну, мы, наверное, движение, ну, давайте движение, давайте послушайте, ну, давайте движение послушайте. Вот она нас назвала. А потом уже оказалось, когда нам, мы захотели выступить, я шел мимо Планетария, у меня было на кассете записано, просто я голосом начитал стихи. Шел я в 6-7 вечера, и охранник сидит в Планетарии. Я ему эту кассетку дал, и говорю, можно передать это директору Планетария. А в письме написал, мы хотим у вас выступать, делать выступление. Я не думал, я телефон оставил. А через 5 дня мне позвонили в Планетарии, и сказали, что давайте будете у нас выступать. Но тогда возник вопрос о спонсорстве. Тогда нужны были аренды, все платить надо было, изначально. Я стал ходить по фирмам, искать просто тупо, вот, ходить по фирмам, это самое. И вдруг в одной фирме родственник этой лики нашелся, родственник, и он выделил какую-то сумму, там, мы смогли, это Лен Фишерис, там, и из журнала Я издали. Все. А где вот он нашел, например, таких лидеров театра, как Жигунов, Лена, Жигунов? Он сам пришел, он нашел памятник Майковского, мы же еще у памятника выступали. А, ты с самого начала начинал собирать у памятника? Памятник Майковского это то же самое. Была среда, было скучно. Позвонил поэту, давайте у памятника собираться. Это же самое. А тогда лучше люди собирались вот у памятника читать так спонтанно или хуже, чем сейчас? Да нет, тоже было все не так уж, не так и не было так широко. Вы приходили там, Маша Акапова там, Илья там, и не сразу стал выступать. Потихоньку все там. Однажды вы читали о растроне, то есть у колонны Ильи Александра Первого. И вас, вы сжигали стихи, не знаю, свои чьи. А, ну это акции. И вас арестовали. Меня нет, арестовали. Вы убили кого-то. Оставили Мишу Денисова. И то только лишь после того, как он стал орать, давайте бензинок. Потому что он принес такое сердечко картонное. Я попросил всех тексты принести, а он принес сердечко. И его не поджигалось. И тогда он начал орать. А милиция стояла, ждала в сторонке. Ждала себя. Все нормально.